так ладно поехали чат начинаем сегодняшнее наше приключение в мир деградации и ебанутости начинаем мы его с трейлера я не к тому что по эта деградация я к тому что мы просто начинаем с этого трейлер по и 2 ну визуально пока ничего не изменилось это герои да ребят по и 2 начало смыть и начал как по и 1 опять так и в чем прикол но графа стало чуть-чуть приятнее особых изменений таба fell and already corruption spreads like a plague through the shattered lands речи мальвиланс лук стима шагов если аула кули Я вообще, подождите, вот это интерфейс, я что-то ничего не понимаю. Они скажут, что систему скиллов вроде переработают. Окей, а какого ходит называется по E2? Сейчас какой-то фетиш на это пошло? Overwatch 2! Все такие, вау, новая часть Overwatch 2! Это, конечно же, новая графика, новые механики, новые герои! Это же полная переработка игры! Это, это новый, это новая игра! Это Overwatch 2, блядь! На самом деле, мы добавили ПВЕ-миссии, графика совсем не изменилась, а ещё мы, кстати говоря, переработали интерфейс. Теперь вот видите ту квадратную ячейку, которая всегда была в верхнем углу экрана? Чего там, была всё время ячейка? Да-да, и вот, мы изменили её вид, теперь она отливается тёмно-синим. И вы такие, вау! Это, это мода пошла такая? Это что, блядь? По E2, блядь! Человек, который задрачивает по E, такой думает, ебануться, это что же они делают, если по E1, это классная гринделка, в которой огромное количество ивентов, просто гигантская, неплохая графика, всё такое крутое, то что такое по E2, блядь? Неужели будет графика просто вау? А там ещё, наверное, блядь, я даже приставить не могу, что будет? На самом деле, мы выпускаем по E2, это то же самое, что по E1, мы просто переработали скиллы. А графика, мы, честно говоря, сами не ебём, стала ли она лучше. Иногда кажется, что стала, а иногда нет. Блядь, и по E2, блядь! Я просто, блядь, я... Это какая-то мода у разработчиков, да, современная? Блядь, пиздец! Они перерисовали маток... Серёга, ты уже слышал озвучку ночных хэфов и нежьте варики? Да нет, не слышал. Да и, честно говоря, похуй. Только если там какой-то рофл. Не, в целом, есть определённые графические особенности, которые изменились. Возможно, связаны с переработкой каких-то анимаций, ещё чё-то. Я уж не знаю, как грамотнее это сказать. Я играл в пои, просто не супер, прям много. И они, на самом деле, заметны. Но, в целом, я не вижу ничего, что могло бы называться по E2. Это могли бы просто выкатить, как аддон. Ну, серьёзно? Mass of Exile 2, a new seven-act storyline. А-а-а-а! Блядь, подождите, они просто под... Блядь, серьез ли? Вот они из-за этого сделали 2? Типа из-за того, что там, э-э-э... Перелом в сюжетной кампании? Или что? Это они с Overwatch спиздили, да, идею? Они такие, посмотрели, близко он такие. Пиздец, блядь. А почему мы не могли сделать то же самое и одновременно разбудить таким образом интерес к игре? Мы ведь можем просто выпустить продолжение сюжетной истории и назвать это... Mass of Exile 5! Нет, нет, 5 это слишком далеко. Нет, давайте начнём с 2. Да, начнём с 2. 2! А потом 5! А потом, может быть, и 5. Да, с пустой двойки. Вот это будет резонанс. Э-э-э, блядь. Посмотри на цифру 2, она просто приклеена. Блядь, ну реально, кстати, просто перефотошопили. Итак, ребята, геймплей по E2. Геймплей, давайте посмотрим сразу же. Ну вот интерфейс. Даже интерфейс остался прям старым. Интерфейс остался старым. Блядь, даже кнопочка, нахуй, осталась той же самой. Текст, всё же. Знаете, что не хватает поэ? Это тот случай, когда поэ нужна... Э-э-э... Знаете что? Знаете, что нужно поэ? Э-э-э, оказуаливание. Вот поэ это та игра, в которой реально необходима определённой... А в определённой доле оказуаливание игрового процесса. Вот многих его аспектов. Для разгрузки, э-э-э, всего, что там есть, для большего понимания и удобства. Это привлечёт новую аудиторию. Я не говорю о полном оказуаливании, где там, блядь, не знаю, будет выбор там из двух скиллов. Но всё-таки как-то подшлифовки. Вот реально поэ этого не хватает, потому что... Потому что тяжело там. Тяжело много времени тратить. Очень много геморроя. Э-э... Много вещей, ошибки... Ошибки, которые очень дорого стоят и так далее. Люди бомбанут из-за оказуаливания. Там же алды. Не знаю. Но поэ, она как всегда, выглядит очень приятно. Там прикол в том, что они переработали механики, чтобы не убирать старые. Они просто сделают их в новом поэ. Но при этом также будут поддерживать старую версию со старыми механиками. А-а-а. Это не отдельная игра, это дополнение, которое выйдет через год. Блядь, пиздец. Зачем называть дополнение поэ 2? Я не понимаю. Что за ебаная модель, сука? Ну это понятное дело, что маркетинговый ход, но, бля... Зачем? Просто объясните мне. Просто пиздец, я не знаю. Я бы хотел посмотреть на... Не знаю, древо скиллов или чего-нибудь такое. Потому что смотреть геймплей-то нет смысла, там все, блядь, одно и то же. То же самое. FIFA уже много лет так делает, и ничего. Ну да, тоже правда. В общем, понятно, ребята. Но очередной аддон под цифрой 2. Они не хотели разделять аудиторию и фанов игры на два лагеря. Так, окей. В этом есть свой здравый смысл. Но... Может, так хотят историю разделить? Чтобы разделить историю, тебе не нужно делать игру по цифрой 2. Абсолютно. И огромное количество тайтлов это уже давным-давно доказали. Посмотрите на ебаный, блядь, World of Warcraft. Просто посмотрите. Этим пацанам вообще похуй, блядь, на то, что происходит в их вселенной. Потому что завтра никто не знает, что там будет. Какой эффект, ребята, глюциногенный сделает бутера для сценаристов в следующий раз, никто предположить не может. Они в адоне заводят 19 новых подклассов. Сейчас их тоже 19. Вот это похвальная штука, просто охуенная. Вообще, ребята, которые занимаются пои, они молодцы, блядь. Это вот, это отличный пример замечательной поддержки игры. Вот я таких вещей, игр знаю немного. Для меня, например, эталон замечательной поддержки игры с замечательным уровнем и без говна, это, например, EVE Online. EVE Online. Вот это, вот это замечательно. А пример для меня такой же, это POE. Вот серьезно. Это пример качественной, хорошей, грамотной работы. Не только с точки зрения идеи, как введения каких-то новых механик и так далее, да? Но и с точки зрения работы с комьюнити. И для меня таким же примером еще является на удивление Rainbow Six, ребята. Для меня Rainbow Six это просто, блядь, открытие. Ну это просто открытие, блядь. Вот я вам сейчас покажу. Вот Rainbow Six это еще один пример, как нужно работать с комьюнити. Посмотрите, блядь, на эту игру. У них онлайн 74 тысячи, в пике 87. Посмотрите, как эти ебланы стартанули, ребят. Посмотрите, как они стартанули свою сраную игру. Они стартанули с провала. С провала Карла, блядь. В 2015 году онлайн игры был, блядь, 10 нахуй, 15 тысяч человек в среднем. И он продолжался очень долго, год, блядь, даже больше. Они стартанули с провала. Но они не забросили игру и продолжили над ней работать. И посмотрите, что произошло с игрой. Сейчас в нее играет, твою мать, вон там по 110 тысяч было, блядь, по 117. Они стартанули с провала, у них игра провалилась. Блядь, это просто пиздец. Ну, провалилась, вы понимаете, по онлайну, как бы, для такой игры 11 тысяч, 10, это вообще смешно. Это вот, это тот случай, когда ты умеешь работать со своей игрой, не бросаешь ее. Проводишь анализ ошибок и исправляешь их. Вот, поддержка игры, для меня офигенный талон. Rainbow Six, PoE и в онлайн. Наверняка есть еще, наверняка есть еще такие примеры, просто я их так вспомнить особо и не могу. Но могу пожелать только удачи, PoE, обязательно, наверное, ее заценю, когда выйдет этот PoE 2. Попробую что-то как, может быть, понравится. А, еще Warframe, да. Еще для меня офигительная штука, как пример поддержки игры, это Warframe, да. Warframe тоже молодцы в этом плане, вот ребята, которые ее разрабатывают. Ну, в общем, на самом деле, примеров таких в игропроме немного, относительно количества продуктов, которые есть на рынке. А, World of Tanks, например, тоже. Ну, за World of Tanks, честно говоря, не скажу, потому что в World of Tanks уж слишком много скандалов и недовольств. Поэтому я бы не приводил бы ее в пример. Дре бы еще не показали, только классы восхождения, пара героев, которые нужно получить, пройдя новую кампанию. Если захочешь старый класс, проходишь старую с улучшенной графикой. Также был анонс переделанного эндгейма, который уже в декабре добавят. Все это звучит интересно, все это звучит интересно, так что мы, наверное, это посмотрим. Ну, как мы, я, по крайней мере.